Ида Львовна Рубинштейн Русская танцовщица еврейского происхождения, которая благодаря Сергею Павловичу Дягилеву и его русским сезонам неожиданно оказалась на парижских театральных подмостках. Именно там ее и заметил художник. В тот момент весь город только и говорил о талантливой актрисе, которая солировала в балете «Клеопатра», поставленном по мотивам египетских ночей Александра Сергеевича Пушкина. Серок также не остался к неравнодушим. Его поразила холодная красота этой женщины и, что немаловажно, ее тело, в особенности длинные и стройные моды. Недолго, думая, он предложил Иде позировать для портрета. И та приняла приглашение. Фигура танцовщицы «Брошенный церкви Шотель». Художник соорудил для своей модели специальный постамент из чертежных досок, поверх которых накинул желтое покрывало. Танцовщица позировала обнаженное, и это был отважный шаг с ее стороны. Во-первых, потому что в пустынном здании было невероятно холодно. А во-вторых, потому что для женщины, которые все знали и принимали в обществе, подобное поведение считалось шокирующим. Изначально художник планировал писать портрет маслом. Однако, опасаясь пошловатого блеска краски, решил использовать матовую темперу и подчеркнул масляными мазками только перстни. Перерыв бесчисленных сеансов был сделан лишь единожды. Когда Ида отправилась в путешествие по Африке, узнав, что во время поездки хрупкая женщина пристрелила льва, Сирок не поверил собственным ушам. У нее самой рот как у раненой львицы. Не верю, что она стреляла из винчестера, но ей больше подходит в луг Дианы. Завершив работу, Валентин Александрович вернулся в Россию, где ей представил портрет на московской выставке. Критики оказались неумолимы. То тут, то там раздавались возмущенные возгласы, зеленая лягушка, безобразие. Даже Илья Ефимович Репень не удержался от резких слов. Это гальванизированный труп. В разгар травли серого не стало, и мнение публики мгновенно переменилось. В галерею холмали толпы зрителей, а портрет в одночасье признали прорывом русской живописи и новым витком ее самобытности. Субтитры создавал DimaTorzok